Всем добрый день! Меня зовут Наталья Невзорова. Сегодня мы с вами будем готовить вот эту перловую крупу в мультиварке. И это будет называться каша перловая с чесноком. Вот у меня есть книга рецептов от моей этой мультиварки. И я решила попробовать перловка с чесноком. Ну, вообще перловку нужно предварительно замочить, но я это не прочитала. И вообще я перловую кашу варю очень редко. Поэтому я буду делать так. Посмотрим, успеет она приготовиться или не успеет. Мы еще ее допарим какое-то время в этой мультиварке. Что нужно? Ну, во-первых, у нас есть вот такой мерный стакан. Вот видите, он у нас с мультиваркой вместе идет в комплекте. И вот таких мерных стаканов нужно 3,5 стаканчика залить воды в мультиварку. Я уже подготовила, видите, отмерила эти 3,5 стаканчика. Мне хочется большой стакан и вот такая маленькая емкость. Значит, далее. Крупы нужно 2,5 меры. То есть, у таких вот стаканчика 2,5 меры. И дальше мне нужно измельчить чеснок. Чеснок я буду измельчать при помощи блендера. Так вот, я достала блендер. Вот это вот маленькая чаша, крышечка от этого блендера. И саму ногу, сам блендер. Значит, сейчас, в принципе, его можно порубить руками, но я хочу измельчить его. Мне не хочется обниматься. Этим, если у меня есть блендер, зачем я буду это делать руками? Так, все подсоединяем. Блендер готов к работе, но скоро здесь, в принципе, сильно не нужна. Оставили наполовинку. И вот у меня есть кнопочка включения. Итак, смотрим, как измельчается чеснок. В принципе, я считаю, что этого достаточно. Так, снимаем мышку. Убираем. И чеснок высыпаем прямо в перловку. К чеснока нужно всего полуголовки. Теперь я беру, вот таким образом, все размешиваю. Такой приятный сразу такой дух чесночный. Теперь мы солим. И нужно добавить масло. Так, масло я добавляю на глаз. Примерно нужно 25 граммов. Не знаю, тут есть 25 граммов или нет. Давайте еще немножко добавлю. Масла много не бывает, как говорит мой муж. Теперь мы закрываем. Ну, вот пока я выставляю, как по инструкции положено каша на воде. Этот режим автоматический, поэтому здесь не выставляется время. Тут есть свой режим какой-то там, да, приготовления. Поэтому по окончании варки я узнаю о том, что каша готова по сигналу. Каша еще готовится, но я хочу проверить, как обстоят дела. Открываю. Так, ну вот я вижу, что вода жит. Вот пыла, но в связи с тем, что я положила все-таки здесь не размоченную перловку, я думаю, что надо, наверное, мне добавить немножко лодички. Поэтому я чуть-чуть добавляю воды. Чтобы она не подгорала. Ну, вот так чуть-чуть, чтобы было на месте. Начался обратный отсчет, 5 минут уже каша доходит. Оказывается, в мультиварке, вот в этом режиме каша на воде, она варится определенное время. И когда включается режим обратного отсчета, то она начинает доходить, то есть преть. То есть, если раньше я открывала, она жарилась, ну, такой был. Сейчас, видите, она доходит, то есть разопревает. Вот осталось 4 минутки. Сигнал сработал. Вот сейчас, видите, режим подогрева включился. Я его могу выключить, чтобы каша дальше не разопревала. И открываем, смотрим. Вот такая получилась кашка у нас. Вот такая, видите, она рассыпчатая. Что мне очень понравилось. Так, пробуем на вкус. Не хватает соли. Ну, в принципе, разопрела она нормально. Значит, что бы я сделала в самом начале по-другому? Я бы добавила еще, наверное, так как не разопревала у меня крупа, то я бы добавила еще 2 мерных стакана воды. Потому что, в принципе, я их добавила в процессе варки. Ну, вот, смотрите, все замечательно. То есть, вообще супер. Кашка перловая у нас получилась на славу мультиварке. Ну, вот, мы блюдо выложили на тарелку. Добавили сюда овощи. Куриную грудку. И сейчас можно приступать к трапезе. Сегодня мы готовили перловку в мультиварке. И она получилась очень хорошей, рассыпчатой. Вот такой вот приятной. С вами была Наталья Невзорова. И проект Кухня моей мечты. Будьте с нами, и вы узнаете много еще интересного. Продолжение следует...